Девушки отдыхают Теперь вся жизнь киберспорт Ирония судьбы – поработать на Олимпийском стадионе, только комментировать Counter-Strike Сейчас уже не скажешь, от чего больше эмоций От ощущения стадиона или от самой игры Посмотрим Субтитры подогнал «Симон» И всем еще раз огромный привет, дорогие друзья Возвращаемся в студию КС СЛТВ И продолжаем наслаждаться битвой Команд «Энвиас» и «Маус Порс» У микрофонов по-прежнему «Кван и Гомер» Ну, честно говоря, с кодеса впечатление, что наслаждение на любителя После сомнительного миража После, ну, более-менее интересного «Инферно», уже более равносильного У нас остается только «Даст 2», который пока что непонятно, кто заберет Потому что после того, что мы с вами видели, стоит уже ожидать чего угодно Ну что же, начинаем мы просмотр с сайдпика Карта все-таки решающая на «Дасте 2» Очень такая вот любопытная система баланса В принципе, тут сайдпик и не важен по большому счету Все-таки 50 на 50 Ну, действительно, так и есть Вот возникает вопрос в том, кто все-таки традиционно по дефолту лучше играет «Даст» И как-то складывается впечатление, что это таки «Маус Порс» «Энвиас» не так часто играет «Даст», в принципе, но и... Статистика «Маус Порс» тоже довольно любопытная штука До этого у них было довольно много побед Но последние два официальных матча они все-таки проиграли Я уже так настроился смотреть, а тут снова мы Ох, ну да, получается, что в теории «Мауза» играют чаще Но при этом в последнее время у них все не очень здорово «Энвиас» они играют больше, но как бы толку у них тоже никакого от этого нет Очень много лузов Но есть шанс прервать свою череду неудач Прямо сейчас все-таки Вот первый «Мираж» он им должен был дать такой толчок хороший Но как-то на «Инферном» этого, увы, не увидели 4-11 конец первой половины Дальше заявка на камбэк, пауза И абсолютно трешовый раунд, который «Маус Порс» почему-то забирают За счет ошибок своих оппонентов Действительно, конец карты «Инферно» совсем не получился у «Энви» Вчера они на трех картах все-таки уступили «Виртус Про» Ну а сегодня на трех картах все-таки попытаются забрать Такие нужные для них три очка в группе против «Маус Порс» Ну а не просто как воздух им необходимы эти три очка Вернемся к этой теме То, что «Энвиас» для победы Вот надо выигрывать все, чтобы их принципиальные оппоненты Которые составляют им конкуренцию на выход из группы Они наоборот все проигрывали Вот у нас на экранах, как мы видим, вся группа Опять-таки «Нави» не участвует Так что мы не берем этот коллектив в учет «Энвиас» Ну вот только шесть Пока у них в активе Ну вот наряду с ними стоят все те же «Фнатик», «G2» и «Маус» Только разница в том, что у немецкого и французского коллектива Пока что только сыграно по четыре матча Соответственно, у них есть небольшое преимущество Ну и, конечно, кардбанш в «Энайпи» Да уж, «Энайпи» присматриваются Пока что к своим оппонентам Думают, кого можно выпустить на лана Кого все-таки задавить Четыре игры, три победы Великолепный результат Похожая статистика у «Дачан» Застрали с пять игр, четыре победы Только одно поражение «ВП», конечно, входят пока что в топ-4 В зону лан-финалов Но у них практически все матчи за плечами И большую половину они успели проиграть Вот как вошли, так и уйдут «Виртус Про» Увы, эти ланы уже не для них, судя по всему Ну, шансов на это вообще математически уже не должно и оставаться Ну вот темная лошадка, возможно, «Дигнитаз» Опять-таки, мифические шансы есть У них только половина сыгранных матчей И все будет зависеть от действительно того, как сложатся именно вот такие пары, как «Энви» и «Моу Спорс» Потому что вроде бы шансы 50 на 50 Но лишние три очка в итоге могут стоить выхода на лан-финал Ну, тут можно определиться, мне кажется, только с двумя уже участниками ван-финала «Астралис» и «Найпи» должны выходить по-любому «Астралис» 4 из 5, «Нипы» 3 из 4 Ну, вроде все здорово Ну, если «Нипы» только все оставшиеся не сольют Ну, это я не знаю, надо «Форесту» руку поломать для такого Кстати, «Нипы» обыграли команду «Фнатик» буквально сегодня на ESL Там был матч «Best of One» И все-таки вот мы видим «Датчане» выбрали нового короля Теперь «Ниндзи» в пижамах топ страны Ну, а мы залетаем уже в КСе К «НВА» с «Мауспортс» Третья решающая карта «НВА» с «Атака» «Мауспортс» будут держать оборону Ну, тут, как мы уже подмечали, не особо-то и принципиально Кто за кого начнет Так или иначе, на «Дасте» чаще всего более-менее ровный счет Мы с вами видим, нету доминации той или иной стороны Ну, хотя вот очень многие команды за «Атаку» набирают даже больше Ну что же, с криком «Джерониму» Команда «Энви» пытается забежать на базу «Бену» Что творит этот «Деннис»? Два хедшота просто на ходу Ну и все, атака остановилась Вот так аимчик от «Денниса» сделал очень много для своей команды Увы, просаппортить ему пока никто не смог В результате ситуация 3 в 3 все еще играбельная для «Энви Ас» И даже в какой-то степени у них есть преимущество Очень важно, что «Энви» не стали ломиться до конца под «Б» Они поняли, что уже пришла хилпа, уже укрепление базы Успели произвести «Мауспортс» И действительно, по арморам, да и по «ХП» преимущество за «Энви» Апекс! Как жестко он нейтрализовал в «Спиде» только что Понимают сейчас, скорее всего, всю ситуацию на карте Ребята из «Энви Ас» Более того, еще и могут расправиться с «Медлом» И на «Пуэнт» они придется выходить Любопытная расстановка Мы видим «Энви» всю карту контролирует «Нэкс» почекал сейчас нижнюю темку своим лицом Криджей Ну тут, я не знаю, только чудо спасет Первого все-таки он урабатывает Но бомба уже мчится на всех парах под «Б» Ну это да, действительно должны случиться чудеса, которых не происходит «Энви» забирают пистолетный раунд Несмотря на очень классный старт, который нам показал Деннис Дальше, увы, его тиммейты уже потеряли контроль ситуации Ну вот непонятно, вроде бы «Энви» они и в «Б» не забегали То есть Деннис на дистанции сделал два минуса Мауза можно было, ну просто стоять в пленте за углами Не выходить вообще на перестрелку И спокойно 5 в 3 доиграть пистолетный Но полез Нико его убили Деннис уже из-за этого еще никуда не сместился И вот уже 3 в 3 с арморами «Энви» Ну за счет того, что именно они в атаке Проконтролили всю карту Мауза Ну традиционно для себя закупили диглы Один по 250 Но Некс свой Дезерт Игл так реализовать уже и не смог Умер в медле Ну и скорее всего это участью его команду постигнет Ника чекнул пока что банку Возвращается на задний соло нахлебавшие Хэппи Ну ключевой игрок по факту он сделал Энтри килл Он сейчас отыгрывает в центре Ну и пропуская тиммейтов Говорят, что на «Б» скорее всего двое Но хелпы вообще никакой у них не будет Более того, нету никакого абсолютно понимания по позиции Хэппи Если он выйдет крайне своевременно То разнесет абсолютно все редуты обороны Ребят из Мау Спортс Что, собственно говоря, и происходит Сидит партизан, как мы видим, боком к медлу Ну и, конечно, это была сладкая мишень для Хэппи Без шансов база «Б» разваливается Попытка быстрого ретейка Но тут диглы без армора Ника еще и подбирает калашик А тут и спиди подключается Расправляется с апексом тактом На словах 2 в 3, но по факту Ника надо убегать сейвить Спиди надеяться на какое-то чудо 10 хп на хелсбарах мы видим у мышек Спиди, конечно, попытается найти свой минус Но по факту тут это маловероятно По факту, да, по факту, скорее всего, должны уничтожить Ну, как минимум спиди Ника еще может даже в теории выживет в этом раунде Да, Ника сейвит, Ника хорошая позиция Может его еще отстрелят Одел маску Ди Каприо, залез на Титаник и ждет выходящих фрагов Спиди, в принципе, тоже ждет Но 2 хп, кстати, он спалил Тенин Бике, который вот так Дразнит, но не выходит из окна спиди Только что увидел Натана Но можно хотя бы напрячь и заставить взорваться на бомбе, попытаться Но и того не получается Не знаю, на что он рассчитывал Понятное дело, 2-0 Ника засейвит калаш Да, он не стреляется, опять-таки, с первой очереди Не удалось никого срезать И, в принципе, один сейвленный калаш лучше, чем ничего Ника закупает, конечно, легкий арморчик Ну, а вот у всех остальных только пистолеты Причем весьма дефолтные Мы видим, вот тут пытаются как-то продропаться по 250-ми Даже дигл Деннис себе купил Ну, в общем, закуп оставляет желать лучшего Ну, в целом, расчет, конечно, идет именно на тот самый засейвленный калаш в руках у Ника С которым он может распрощаться с 3 секунду Но тайминг ловит очень хороший МБК, он в прыжке убил только что Очень яркий минус получился в размене Крис Джей Ну, мог убить, на самом деле, как-то Был бы пистолет получше, возможно, была бы другая ситуация Хотя пока что разменами идут Мауспорс Деннис забирает Помимо того, что Хэппи При этом присваивает еще и его калаш Ну, красиво В принципе, с калашами Там можно еще побороться Но, как мы видим, Апекс Великолепные две пачечки Ну и последний спиди Услышал Апекс зубы-то и поломал НБК спалился Но это ему не помешало расправиться с его оппонентом Стрельба его не подводит 3-0 И вот он, наконец-то, первый девайс на Мауспорт Вот экономика, конечно, не самая оптимальная у НВА Но, по большому счету, что-то где-то на фармили Что же касается Маус У них есть ВП Возможно, мы даже увидим снайперскую дуэль Ну, может, так оно и произойдет Кеннис против Крис Джея Крис Джея у нас идет на длину Кеннис смотрит мидл На первых таймингах, увы Снайперы не смогут помериться АВП Кто кого переиграет Но дальше, судя по расстановке сил атаки Они планируют занимать длину как раз Крис Джея прям в скоупе, как мы видим Занимает уже практически в упор длину Дал два прострела Показал наличие АВП, в принципе, на длине Это заставляет Энви задуматься Потому что обычно снайпер играет от рекламы В такой ситуации Но Крис Джея довольно агрессивно Какой фазум-то сочный Крис Джея, он везде успевает Забирает Хэппи Пытается отойти назад Энби Кейни не смог разменять своего товарища Там рискованно было выходить Крис Джея уже практически убежал Ну вот он, ключевой момент раунда Спиди Он спалился уже в яме Да, без шансов Ну, как бы, да Пострелял и спрятался Это не лучший вариант Крис Джея теперь в весьма затруднительном положении Находится на рекламе Надо... Смог до него даже не долетает Очень хороший шанс Есть еще реализовать свою точку Которую он пользуется на все 100% Отличные фазумы Но вот Энби Кей все-таки прошел по шарту Сделал очень важный размен Некс Оформляет ответный фраг Бомба никуда не прошла Кенни спалил бомбу Спалил АВП Поздняя Хэшка Да, слишком поздняя Но при этом еще какой-то демэж успевает Прилетать по снайперу Тима Энвес 2 в 2 ситуация Деннис плюс Некс Тут Хэшечка, Хэшечка Некс Все-таки дает жизни Кеннис последний Знает, что игрок на КТ Очень красный Пытается выйти Но увидел шорт Кеннис Очень тяжело тут выиграть Да Тут не получается Как в лучшие годы Уже отыграть у Кенниса Все-таки первый за Мау Спортс На девайс там сразу же наступил Это 3-1 Хорошая игра от Крис Джея В принципе от ситуации Там тиммейты немного подставили Ну и стоит отметить, конечно, Некса Который, будучи красным Очень много для своей команды Все равно умудрился сделать Да, Энви Они-то оставались 3 в 2 При этом у них был игрок в плынте Кеннис подбегал с бомбой Уже в район просвета Но почему-то Тот, кто был в плынте Пошел стреляться с Нексом Выбегающим из-под КТ И этот минус, наверное, во многом и зарешал Так оно и есть В итоге 2 ВП Мау Спортс Себе уже позволяют заполучить на этот раунд За счет убитого Кенниса Ника также обзаводится снайперским девайсом Что примечательно, так то, что Спиди До сих пор играет на UMP Любопытно, не очень-то Мощное оружие против Калаша Тем более На длине его в прошлом раунде Без проблем забрали Надежда, видимо, все-таки на Нико Который тут должен Как минимум нанести много демэджа А как максимум Сделать парочку фрагов Но будем надеяться, что у него это получится Все-таки у Нико У него, как у снайпера, далеко не всегда залетает Мы это замечали с вами неоднократно Но, по-моему, готовится примерно тот же раунд Который мы с вами видели Вот только что От N-VS 2 short, 3 long И классический сплит выход на Ну что же, Спиди Вот она, UMP-шка Прячется очень удачно в дымах Пошел нарезать Ох, ежик в тумане Но, увы, только один минус демонстрирует Дальше уже размены Пошли друг за другом Ну и все равно в большинстве находится Маус Порс Стреляет, дружище Они поняли? Не понял, что происходит Врезались Да, Апекс ищет Апекс в поисках Увидел Ну так себе на самом-то деле Ну вот все так себе сейчас происходит Причем что для одних, что для других На точку в теории-то выйти и могут А там уже с длины Деннис Но проворольнили Денниса Который успел поджать спину Хеппи в соло Десантируется на КТ Но, увы, ни единого минуса сделать он не смог 3-2 Слишком долго проходили длину Слишком много препятствий И вот эти Маус Порс Их вроде бы было двое Но первый с UMP-шкой Сделал размен Нико в дымах Нам еще секунд 10 выиграл И в итоге Энви так до плентай и не дошли Умирали потихонечку И как мы видим это камбэк Скорее всего уже до счета 3-3 Ну да, нам стоит ожидать уже временную ничью Должно произойти какое-то небольшое чудо Чтобы Энви внезапно взяли сразу же и четвертый Для себя Не выпустив своих оппонентов на временную ничью Попытаются идти в мидл на Крис Джея Но там на подстраховке Некс У него такая хорошая точка Что он может собрать шикарнейший урожай для себя Да, Крис Джея отвлекает внимание Дает хаешку дымы, кстати, спалил Спалил, пропрыг на шорт Должен перестраиваться Нико В принципе, с Калашом отличные шансы законтролить Все-таки пацаны без арморов А Энви, ну эти ранбусты Ранбусты, которые, ну, в принципе, работают Прицел, конечно, Нико увел Но при этом забрать его уже не получилось У ребят из Энвиас, но бомбу, тем не менее, поставить дадут Мы видим свежее течение во французском КСе На всех картах делать ранбусты Вот пока они не очень работают Они получаются, но не очень Вчера против ВП раз в восемь они делали на кэше И раз, не знаю, один, наверное, получилось Мне кажется, они еще не до конца довели до умаз Сама задумка с ранбустом, она хорошая Но как его реализовать полностью Еще не совсем понятно Можно таким образом байтить, чтобы снайпер мог открыться хорошо Можно выпускать на какую-то дальнюю позицию Но в данной ситуации, когда деф на рекламе По сути, ничего-то сделать и не получится Можно разве что смог сбросить на КТ И ранбустом игрока загнать туда Но это уже чудеса серверов какие-то Паркур только спасет мир КСа На самом деле против снайпера на рекламе Можно одного пробрасывать, а второму выходить с дефолта И просто получается с двух фронтов забирать Но я думаю, это уже ближе к следующему мейджеру мы увидим Ну или кто-нибудь из молодых команд покажет это пораньше Идея есть, задумки есть В принципе, на ближайшие полгода развивать эту тему еще можно Ну да, радует, что КС он не стоит на месте в плане тактического разнообразия Постоянно появляется что-то новое Несмотря на то, что та же карта DAS 2 является заезженной до невозможного Старый добрый DAS сегодня решит судьбу трех очков В европейской группе и КС Ну и кстати, вновь через шорт что-то тут шифрует Envy Хотя нет, вот взвратили бомбкерри в обратку Тут все пропрыгнули, все спалились Бомбу даже услышал, наверное, Ника В общем, навели шуму Envy, ну вот все-таки, да, идут в мидл Апекс, сами перестраиваются по сплит B Апекс отбрасывает Молотов, которым, кстати, поджигает Ника Он сгорает в нем просто Ника, походу, не понял, что горел Вроде бы Молотов так глубоко улетел И Ника не рассчитывал Оооо, что происходит в этом раунде Преступные и невнимательные со стороны мышек Но все равно раунд 2 в 2 Апекс устанавливает бомбу Криджей с ВП, Спиди с дифьюз китами Пошел свитч девайса для снайпера Мау Спортс Ну и будут залетать под флешечку Да, Спиди уже одну пробросил, но при этом под нее действовать не стал Вот уже под вторую какой-то экшен нам стоит ожидать Контр-расхит пошел уже от атаки Флешки были и у команды Envy В итоге Хэппи оформляет минус Спиди в этих дверях Ну тут, конечно, перекрестным огнем Без шансов Envy отрезают последнего выжившего немца И это выход вперед для Envy As У них сколько? Да, вот он мини-стрик из одного раунда В результате французы все-таки не выпускают вперед Своих оппонентов из Мау Спортс, которые только-только успели их догнать Ну и опять-таки играют первым номером Кеннис, СВП, Нико, Крис Джей также приобретают снайперские винтовки Вероятно, все-таки увидеть дуэль на прицелах возрастает Но нет, Кеннис снова, ну так уже поздно смотрит мидал Мы видим комфортные позиции, мышки заняли намного-намного раньше Да, не успели пройти, отбросили себе хороший с ног Поэтому им толком-то никто и не мешал Спокойно уже заняли точки, из которых собираются защищаться Деннис принимает в упоре, возможно, встретит там какое-то сопротивление Ищет возможность Тут трое, тут трое, конечно, игроков атаки Деннис палился, дал прострел Дым, кстати, заканчивается Заканчивается, как же неудачно заканчивается этот смоук Дотерпел Кеннис, все-таки дождался своего фрага Ну и это ситуация 5-4 для НВАС Парыч пустой, то есть это как бы тревожный звоночек Но при этом они решают идти именно вот на шорт И, честно говоря, идея далеко не из самых лучших Очень большой акцент Надо было сразу бежать Тут уже Нико пришел, тут уже парень с КТ Это НЕКС, мы видим, ждет врыва Начинается подготовка Флешка Нико Что-то его просто сносят в этих двух раундах Он ничего не делает Просто раскидывают так, что Нико становится абсолютно юзлесным для своей команды В итоге ситуация 3-3 Несмотря на явный акцент на дефенсе Аплента Который нам показали молодец Долго ждал этой возможности Ну и, походу, все Это пятый для НВИ Спиди должен сотворить что-то невозможное Ну что же, мистер Спиди 8 хп Есть киты по 3 хп на каждого Ой, какой профайер Но нет, слишком маленький запас здоровья Четкая игра от НВИ Изолировали полностью снайпером и видим прокидом Оставили хэпи в центре карты И это, походу, раунд за 2 был у Моуспортс Потому что закупа не будет Нет, вот она проблема дефенса Мы смотрим за этими Экономикой, за этими деньгами Которые сейчас у Моуспортс У них пистолеты на руках, им придется Кеннис просто, он смотрел Почему-то, да Вроде бы и первый так долго прыгал И второй за ним И Кеннис вдогонку решил выстрелить Как-то то ли реакции не хватило То ли, ну не знаю, отвлекся Кеннис В итоге все равно там пистолеты без арморов Инфа есть для Опа, там перестрелка Инфа есть для команды Энви Но Денис первый минус сделал Пока 4 в 4 Конечно, вроде на слаг все и было бы неплохо Но Денис очень много дэмэджа получает Надо перебрасывать каваш При этом Некс почему-то не спешит его поднимать Низ коммуникейшн Все, Некс с калашом Но длина, как мы видим Некс с калашом Длина без Моуспорт У нас остается хэпи Его как-то вообще пропустили Он обошел длину в спину Убил двоих Третьего в спину убил Ну и тут последний из Магикан Некс знает, что на Б Знает, что в медле поздний Поздний спусковой крючок Но весь раунд как-то Кеннис Протарбаживает Я не знаю, как он ни разу не попал по Нексу Но я не знаю, чем занимается Кеннис Параллельно, возможно, Твиттер читает Так или иначе С потерями, на самом деле Против фуллэкономического Энви кое-как забирают шестой Ну, не очень хорошо для экономики, конечно Но Эко был очень хороший от Маус Спортс Они, ну, конечно, не взяли раунд Но при этом то, сколько вреда Они нанесли экономике Какой дэмэдж Мы сейчас видим, собственно говоря По у нас таблице слева Там все очень плохо было у НВАС Мидл без проблем Пробегают Маус контроля То есть Кеннис как-то тут Не напрягает, на самом деле Я сейчас вообще не помню нормальных минусов От Кенниса на Дасте пока что К сожалению, для французов это так Но, в общем-то, по раундам они впереди Ну и вот этот поджим неудачной Спиди дарит вновь преимущество Именно команде НВАС НВК что-то чувствовал, но не почувствовал Что его также поджимают еще и с пары Еще в итоге все равно 3 в 3 Маус Спортс по хелсбарам Немножечко проседают Хэппи имеет 78 хп Ну а у Дэнниса 46 У Хэппи как-то постоянно Удачные позиции, удачный тайминг Вот уже, ну никто же не ждет С Терри Спауна, что будет открываться Последний Ну, так оно и происходит Деннис, великолепная реализация стрейфа Тут, конечно, поздняя перетяжка Кеннис и Дэвилл не успели отрезать Убегающего под точку Б Игрока Маус Спортс Пока НВ как мухи сонные как-то действуют Очень долго реагирует Деннис немного подгорает Вот кто долго реагирует, это Деннис Но, конечно, Крис Джей Страхует своего тиммейта Трипл килл в его исполнении Деннис сделал 2 минуса И это счет 6-4 Ну и, как мы видим, начинают Ощущаться трудности в экономическом плане У НВАС Вроде бы у НБК денег много У Кенниса достаточно А вот Хэппи Апекс и Дэвилл Только с пистолетами Ну вот это как раз за счет Того самого злополучного ЭКО Который НВАС, ну, подспустили Все-таки очень много девайсов они утратили И вот они, последствия на ваших экранах Только один девайс Расчет на закуп в следующем Ну и надежда на калаш в руках НБК НБК может втащить Мы видим, в принципе, по девайсам у Моу Спортс Тоже не все оптимально Две UMP-шки Ну вот, конечно, раскид поможет немцам тут карту законтролить По крайней мере, в первой половине раунда Это абсолютно точно Начинается, мы видим, мини-контакт от Апекса Он просто показал по 250 Прострелом, конечно, урона не нанес Пока, да, пока только более-менее палят свою экономику Но при этом она и так должна быть считаемой для Мау Спортс НБК Пытается открываться А почему они уходят из Б все? Один Деннис в окне Ооо, а такие раунды-то и взять можно! Я вообще не понимаю, почему Вот не было предпосылок отдавать полностью Б Двое контроля длину в упоре Один на КТ и второй бежит на КТ Просто какой-то рандомный тип ворвался в Тимс Пик с криком Это аааа, и все Ну как это? Дэвил, ну вот позиция вроде бы хорошая Но там начинается уже врыв Есть бомбалт команда Энви Дэвил Ну уже прыгай, дружище, прыгай! Прыжок Веры Дэвил Видит, но не попадает совершенно в итоге Ни единого минуса от Дэвила Ну и посыпались, ребята Энви Кейс, прейдаун какой красивый Но дальше уже увел прицел на окно Просто никто не помогал NBK, у Дэвил вроде бы прыгнул, но так и не реализовал. Вроде бы неплохую точку, да, немного поздно прыгнул. В итоге Мау Спортс с гигантскими потерями все-таки раунд выигрывают. Ну и вот он, хороший закуп теперь для Энви, он бы и так был приятный, но теперь Кеннис может позволить АВП, Армор, даже раскидочку себе. Это какая-то зеркальная ответка на тот Эко от Мау Спортс, в котором они сколько, три девайса выбили, если я не ошибаюсь. И здесь вот как бы вроде был бай тоже с расчетом на следующий закуп, и все равно очень много проблем они сделали для Мау Спортс. Ну что же, фулл закупы с одной и с другой стороны. Мы видим контроль карты, игра от контакта в исполнении французов. Двое под B, двое под A. И бомбкейри, кстати, в роли снайпера, который погиб. И бомба упала вперед. Ну, в общем, такое спорное решение. Но Крис Джей, судя по всему, не увидел пакет. Вот, когда убивал на карте, по крайней мере, должно было нарисовать бомбу. Но вот как-то иначе бы, мне кажется, он продолжал контролировать эту точку. Ну, там, не стоит оно того. То есть бомба, по факту, на респауне и осталась. Ну да, действительно. Но при этом вот чуть ли не первая снайперская дуэль, полноценная между командами, которой Крис Джей выходит первым номером. Кеннис, ну, я не знаю, пока его особенно-то и нету. А вот Крис Джей есть и очень весомо. Апекс, дождался ХАЕшки, не ваншотный. Все-таки он погибает от рук Крис Джея. Вот уже и 3 в 5. Никуда не вышли, ничего не сделали Энви и потеряли двух тиммейтов. Как бы да, за раунд толком ничего не добились, а проблем нахватались уже в большом, при большом количестве. Энби Кей также погибает. Дэйл ждет той же участи Крис Джей трипл килл. Но остается и Хэппи для квадра забрать. Дэйл просто бежал вперед по прицелу Крис Джея. Ой-ой-ой. Хэппи. Ну, красиво Нанико открылся на бомбу, не дают его фиксить. Надо убивать, надо убивать снайпера. Что за вообще сальтухи творит этот парень? Это французский цирк. Ля паркур. У нас, наверное, бомбу так и не забрал. Попрыгал 15 секунд, решил не рисковать здоровьем Хэппи. Будет сейвить девайс. Ну и, в принципе, ожидаемая вот такая ровненькая, ни к чему не обязывающая первая половина. Где-то 8-7 или в одну или в другую сторону все и закончится. Ну да, пока все происходит так, как мы с вами и говорили, дорогие друзья. Мау Спортс берут очередной для себя раунд. Снова-таки выходит на временную ничью. Это 6-6, но экономика, которая сейчас у Тима Энвиас, подталкивает на мысль, что, по-моему, впервые за всю карту ДАС-2 Мау Спортс все-таки выйдет вперед. Есть АВП Хэппи, причем он его не торопится отдавать Кеннису. Видимо, после снайперской дуэли доверие растрачено. Хэппи попытается вычислить кого-то под базой Б, причем это должен быть entry kill. И если попадет сейчас вот Хэппи, вот он момент. Нет, не попал, все. Ну, такое открытие было очень уверенное от Хэппи, но, увы, реализовать он его не смог. Хотя вот четко на Крис Джея. Да, вот он бы убивал, все врываются под Б, там один хелпующий. В принципе, это был момент истинный для французов. Ой, сейчас бы две хаешки под ноги Деннису. Как его тут простреливают, но дэмэджа толком нет. Да, в итоге так до Денниса ничего и не долетело. Практически НБК он все равно уничтожает в этой точке. Ну и расчет на игрока под номером 9, это Ника. Он с рекламой должен принимать врыв через парыч. Ну, инфа есть. Ранбуст, вот он, ранбуст. И, кстати, против снайпера действительно работает. Да, это работает. Все-таки, во-первых, он даже не видел, по-моему, этого ранбуста в прицеле, когда стоял. Ну и, во-вторых, там сложно контролить, если второй сразу открывается вслед за первым пролетающим. Ну, а вот уже ранбусты коварные. Но, кстати, Хэппи начинает отыгрывать с АВП намного лучше, чем Кеннис. Вот хотел сказать, чуточку лучше, но на чуточку это не тянет. 17-8 у Хэппи. Великолепный результат у фраг-лидера французского коллектива. Так и не выпустили вперед, как мы видим, НВАС. Дважды подбирались вплотную Маузан. Дважды что-то где-то у них шло наперекосяк. Великолепная игра от Хэппи. Отличный ранбуст. Ну вот, теперь уже одним снайпером на рекламе не отделаешься. Раньше можно было оставить снайпера и забыть про выход через парыч, а вот теперь как-то надо что-то менять. Да, французы показали, что действительно подобные амувы, они работают. Возможно, не всегда, но при этом работают. Теперь уже Мауза играют неполноценный закуп. Два пистолета, три эмки, практически полное отсутствие раскида, нету фитов. Надо рассчитывать на то, что не подпустят к пантам. Ну что же, мы отдали все-таки снайперскую винтовку в руки Кенниса. Хорошее решение в плане экономики. Ну и, как мы видим, довольно медленный, довольно вязкий раунд в исполнении НВАС. То есть, ну так, ключевые позиции они заняли. Миддл под контролем, в тэшке никого. Но вот, эксид гейм, нет, Гейбен, Гейбен, пощади, я не хочу выходить, я хочу досмотреть. Я думаю, многие тоже хотят досмотреть этот матч, он весьма интересный. Такие, ноу в чате, ноу. Бомб кэрри умирает первый, туда же еще и Дэвил отъехал. Что-то вышли на банан и погибли, господи, на длину и погибли. Но при этом, знаешь, сначала одни, потом другие погибли у нас на длине. Хэппи, что там сделал два минуса, но тут Ника уже ждал эту жертву. Хорошая позиционка от Мауспорса, не очень удачный выход в исполнении Энви. Ну что, дальше просвета Апекс выходить не должен. Сейчас на него 2-2 осмотрим. Изи-бризи, Лэммон-сквизи, нос к носу проходит первая половина, третьи решающие карты, 7-7 на табло. Ну и третий шанс, третий шанс для Мауспорса все-таки выйти вперед на карте ДАЗ-2. Так они им пока что ни разу не воспользовались. Но опять-таки есть хорошие предпосылы в виде ужасной экономики у Энви. Два калаша, три пистолета, хороший раскид Энви. Ну, они с одним АВП у Хэппи выиграли раунд, так что два калаша это не самый печальный расклад. Денис, ну нет, идти-то, наверное, не надо. Да, пока решает не действовать настолько нагло. Хотя вот в теории, может, и удивил бы таким действием своих оппонентов. Но понятно, что шанс на это был один из десяти. Слишком большая ответственность сейчас, конечно, была на Денисе. Ну, да ладно, тут у нас Пиди, в принципе, в похожей манере пытается занимать банку. Ну, вот Аркада не до конца. На пол шишечки заходит, но не рашит. Ну, выход что? С рамбустом старым добрым. Снова-таки ребята решают действовать через излюбленный Энви с вами парочкой. Готовят раскидочку. Ну, и сейчас полетят у нас смачки, флешки, молотовые. Ну, явно заготовленный раунд сейчас должен быть. Вот так. Закрывают рекламу очень плотно, но при этом на рекламе никого нету. Ника сейчас на планете спрыгивает. Пробросили Апекса и не нашли, не нашли в планете игрока. Коварный ниндзя Ника. Нашли. Все, погибает. Кеннис, рентгеновское зрение не подводит. Тут же мы видим, еще и спину закрыл Кеннис. Флешка тиммейта достойная. Так, а на самом деле ситуация-то от 3 в 3. Позиции далеко не лучше. Один шорт, два КТ будут пытаться отыгрывать. Хороший плент стоит под Энвиас. Деннис сбрывается под флешку. Почему его там не ждали? Две флешки за спиной взорвались у Денниса и Кенниса, и никто из них не развернулся. Две флешки сзади у вас. Пора, походу, на Алиэкспрессе новые наушники заказывать ребятам из Энвиас. Что это было? Ну как, на КТ флешек не должно было быть. Ну, в общем, странно. Странно, почему оба игрока не чекали спинул. Возможно, Кеннис одного убил на Парыче и подумал, ну все, больше не будет. А там взрывы, там галлюцинации. Так, кто-то там уходит по нужде. Я вижу в команде Мауспорс. Это значит, пауза будет у нас пару минут. Ну, 8-7. К чего мы ждали, то и получили. То есть, очень близкая половина. Все-таки Мауспорс вышли в преимущество. Хотя, ну как сочно заняли Энви. Пробросили Апекса, нашли в дыму Ника. Кеннис накрыл спину Хилпу через Парыча. Поставили бомбу. Но в итоге Деннис, две флешки и на него никто не смотрит. Почему это произошло, вообще непонятно. Но это самый вообще читаемый мув, который мог сделать Деннис. По нему там уже могли бы и нашивать через этот дым. В итоге парень просто прибежал, увидел два затылка. Спрейдал он две туши. Ну и за счет чего взяли этот раунд Мауспорс, непонятно. Ну, любопытно, что придумают игроки дефа против этих ранбустов на Парыча. Как их контрить? Вдвоем стоять на А и одному на длине, то есть, ну это не вариант. Отпускать длину, не вариант. А в одно дуло ты не встретишь ранбуст. По факту это просто уже четкая планомерная игра против классической линейки обороны длины, которую, ну, по факту, долгое время являлась дефолтной, когда один реклама, один яма, ну и кто-то, возможно, еще на гусе находится. Но вот сейчас ключевой игрок, который является на рекламе, его очень жестко контрят подобным методом. Но Энвес это нам показали. Хорошая затея, и надо как-то теперь придумывать что-то новое. Заново изобретать велосипед, возвращаться к позиции рампов, разве что не знаю. Я думаю, на ранних таймингах мы увидим просто больше поджимов пары. Сейчас со стороны КТ, подсадочки вот эти вот дефолтные, мм-овские. И попытка контролить, возможно, через два молотовых как-то, через эти смоки. Ну, в общем, нужно что-то придумывать новенькое. Потому что Энвес, ну, вот этим матчем показали очень рабочий ранбуст на кэше. Они показывали просто ранбусты, которые не совсем были к месту. А вот тут хорошо. Ну, походу, знаешь, постепенно готовят. Вот сейчас полноценные раунды еще на них не демонстрируют. Но определенно какие-то небольшие задумочки, небольшие нашифровочки у ребят на этот счет имеются. Кто-то внезапно, не знаю, там, маньяк играл о мемчик, увидел, что кто-то сделал ранбуст и подумал, опа, надо, наверное, так для команды сделать. Пацаны, придумал стратегию классную. Ну что же, ждем пятого игрока Мау Спортс. Все, рэди от Нико, дождались. Есть возвращение, ну и вот-вот начнется смена сторон. Все-таки мы уже в предвкушении. Кто же победит? Пока что это, ну, совершенно непонятно. Буквально 10 секунд до старта второй половины. Сегодня хотя бы нету сотки пинга ни у кого. Это, да, действительно, так и есть. Но при этом есть весьма необычный мираж. Инферно, который должен был бы, по идее, заканчиваться по-другому. Ну и вот теперь весьма ровненький, аккуратненький, красивенький даст. Что по закупу? Две флешки, два смока, два дикоя от команды Мау Спортс. Отвечают Энви двумя флешками Девила. Плюс у него набор дифьюз китов. Ну вот и Апекс решил поиграть с прокидочкой. Вот, кстати, та самая пацанка, о которой я говорил. Хэппи пошел занимать центр карты. Он сейчас встретится там с тремя игроками. Кстати, да, может у нас и быть N3 kill на раннем тайминге. И он происходит от Девила, а не от Хэппи. Девил. Великолепная реализация. Его там отправили с P2000 без армора. Но он все сделал грамотно. Хорошая позиция. NBK уже прощается с жизнью от Денниса. Вся надежда на Кенни Эса, который, кстати, пока что свою успе хорошо реализовывает. Дождается Хэппи. Ну и, походу, выход через пароч не очень-то и получается сейчас у Мау Спортс. Хэппи напрягает. Есть инфа по бомбе. Нет инфы по длине. Девил. Вот и Девил. А вот и Девил. Сбревает спиди. Крис Джей с Диглом в соло против троих. Ну что же, есть Диггл победы. Две флешки. Первая улетела непонятно куда. Ну вот Диггл против 6-7 хп. Да, беда в том, что тут любой по пистолету уже подошел в такой ситуации. А тут много пистолетов он не берет. Ну вот тут, конечно, на голову можно с Диглом поиграть. Но пока не получается. У него, в принципе, 50 секунд времени. То есть можно что-то там надумать. Так, Дикой. Но никого не отвлекать под Дикой. Так, увидел. Ну все, всех троих увидел. Надо убить. Увидеть, увидел. А вот перестрелять пока не получается. У него, кстати, нету даже армора. Поэтому шансов еще меньше становится. Ну и все, на запчасти очень медленно. Но все-таки Энви разбирают своего оппонента. Да мучили Крис Джея, который упорно пытался разыграть с Диглом. Уже увидел первого, второго, третьего. Но ни пульки не попал. Но вот любой пистолет бы подошел лучше, чем Дезертыгал в такой ситуации, мне кажется. Да. Там даже П-90 самым маленьким уроном. Я смотрел викторину от Петрика. П-90. МП-9 тоже. Там одинаковый урон? Да. Вот так вот. Это минусик. Для Петрунчика это минусик. Зайдешь, переставишь слайка на дизлайк. Все, видео не засчитывается. Тем временем забрали раунд все-таки. Энви. Счет 8-8. Хорошая ХАЕшка. Ну как-то много демеджа на самом деле от этой ХАЕшки. По арморам. Еще и со скаута пытался настрелять. Чуть ли не убил кого-то Энби Кей. О-о-о. Не выпускают сейчас Натана. Жесткий, жесткий контакт на длине. Тут же парыщие. Есть минус по Хэппи. Энби Кей Рейлины закрываются, мы видим, сейчас через Зигу. Но у нас основной удар-то. Вот он. А такие форсы-то могут залететь. Но при этом Энби Кей Апекс делает по минусу. Только после этого Крис Джейн минусует Энби Кея. 2 в 1. Ника на П-90. Хороший девайс. Там тоже мы видим автоматы. Ну погнал. 50 патронов зажал. Нет. Как с парыща постоянно в спине игрок. Но очень вовремя Кейнис подошел. Как раз вот был бы чуть хуже тайминг. Еще был бы какой-то шанс на отыгрышку кулач раунда. А здесь моментальное парное открытие и изи фраг. Энвест надолго вперед не выпустили. Мау Спортс только один раунд у них был на порадоваться. И вот теперь снова они пасут задних. Да, во второй половине начинается все приятно для французов. Снова, кстати, агрессивный мидл в два дула. Да, такого не ждут Мауза. О-о-о! Хэппи, хэппи, хэппи. Видит столько тушек. Ну и 50 патронов зажим. Сколько? Только 2 кила. Ну там и дэмэджа много. Апикс не пошел. Я думал вдвоем будут сжать. Зато потом уже по спактуму Дэвил подорвал. Апикс расстрелял. Ну и все-таки десятка. Зачем Мауза полезли? Они спалились и надо было прятаться в банке, потому что был у них мистер Нико. Нико стоял вот здесь вот он стоял. Вот на этом ящике стоял Нико и Хэппи его не прочекал. Вот спалились Мауза, ушли в банку. Нико забрал по 90. Решили давить до последнего. А они же видели по 90. Ну ладно. Ну кто-то один полез и брат за брата. Стадный инстинкт сработал. Стадо мышей погибло у нас сейчас на пальме. Апикс какое хорошее открытие. Что-то девайс на тараунд быстро заканчивается для Мауз Спортс. Уже 3 в 5. Криджей с ВП кого-то вычисляет. Но тут ему уже готовят сюрприз. Криджей. Криджей. Ну это конечно было обидненько для него. Что-то совсем на девайсном раунде рассыпались Мауза. И давит, и давит прямо. Они толком делать, а ничего не успели. А тут Энвиас по всем фронтам наступает. Делает огромное количество минусов в спиде, в соло. Против четверых нужен Эйс. Разве что чтобы взять такой раунд. Денег не будет. Нужна пауза Маузам. Эти аркады медла от Энви, которые никто не контролит. Вообще беда. В итоге финальный фраг от Энвикея с АВП. И это 11-8. Энвиас в дефенсе выглядит очень самоуверенно. Ну просто Хэппи на морозе. 23-13 выходит мидл. Против пистолетов, против девайсов, против любого просто. Хэппи неважно. Он все равно убьет. Ну что же. Мауза. Кстати интересно что Энвикея остается АВП на руках. Наверное знаешь что типа ребята у меня мало фрагов. Дайте я с АВП поубиваю. Вот тут такой классический получается выпад. Сплитпуш базы бэк. Кстати центр не контролится. Хэппи скорее всего к этому таймингу или уйдет на КТ или прожмет мидл. Ну и тут задача Кенниса АПИКСа выиграть время. Дым на КТ и побежали. Ну атака перестраивается. Да большинство. Мауз Спортс будет идти именно через мидл. Там Кеннис первого принял. Дальше понимаешь что происходит уже постраховывает и Энби Кей. Энби Кей сквозь смог убил каким-то чудом. Да это изи приемочка. Красавчик Энби Кей. Энби Кей просто вот настрелял с просветом по своим оппонентам. Ну очень легко приняли этот сплитвыход. Его в принципе ждали. На снайперские прицелы открывались Мауза всей движухой. 12-8. Счет уже довольно опасный. Потому что Мауза ни разу не поставили бомбу. При этом отдав стрик из 5 раундов. Да вот стрик в 5 раундов это действительно неприятно сейчас для Мауз Спортс. Тут не так-то и много осталось. Конечно игра в атаке располагает экономике, которая позволит камбетчить подобные ситуации. Спиди кромсает воздух на мелкие части. Выпускает пар. Он злится на эту карту DAS 2. Говорит зачем? Зачем DAS? Но нужно уже собираться. Нужно тащить. Вот раунды в атаке. Ну Энби хотя бы был ранбуст. А тут парный поджим. Или тройной поджим даже. Кеннис с Апексом. Но много инфы соберут сейчас. Верхние никого. Могут еще и Титаник проверить. Апекс пойдет в нижнюю. А там-то его и не ждут. При этом длину Дэвил контролит. То есть это только миддл. Ох сейчас информации насобирали Энбиас. Криджей! О-о-о-о! Криджей! Как он его забрал? Как он минусы на Апекса? Непонятно. В ствол выходил! Есть еще и Кеннис, который разменивает. Еще это был бомб-кэрри. Вот так-то. Надежда. Надежда команды Энби понимает, что будут давить. Не удастся законтролить бомбу. Хэппи. Отличная позиция. Второй палец. Хэппи с Апекса второго тоже забирает. Но это 2 в 4. Как так-то? Кеннис. Промахивается. Ну тут уже можно-то и не стреляться. Но Кеннис на уверенности пошел! Хэппи погибает, а хелпы нет. Ну вот можно было и не стреляться. Ну здесь уже на демке Мувики работали оба игрока Тима Энви, а Спиди 44 кп. А что он сейвит? 25 секунд. Ну как бы добежать он, да, не успеет. Волосы назад, золотые пятки. Спиди. Просто марафонский забег мы видим. Олимпийское время. Все, он понял. Он понял, что не успел. Тут ему кто-то сказал, парень, на таймер посмотри. Он говорит, как там по-немецки будет, извините. И все. И стоит. Просто 10 секунд Тим Тока для команды Моу Спортс. Перестал бежать на Дасте, убежал из дому походу Спиди. Просто Тейвел и НБК не понимают, где, что. Причем у парня был реальный шанс на отыгрывание подобного клатч-раунда. У него были хорошие шансы, хорошая точка. И по факту оставалось перестрелять двоих. Один из которых НБК, у которого так себе летит. Ну тупо не посмотрел на время, и почему-то никто ему не подсказал. Ну что же, в итоге Моу Спортс. Полузакуп, три калаша, UMP-шка и скаут. В руках Крис Джея. Энвис имеют отличный шанс все-таки заработать. Три очка. Вот прокидка. Пока Дэвил получил отличный шанс умереть, он им воспользовался. Флешечка хорошая. Хэппи очень открыто стоял. Ну вот какой-то такой непонятный старт. Закидали флешками длину, и почему-то французы от них вообще не отворачивались. Они просто бежали до последнего. И Дэвил слепой, и Хэппи слепой, Апекса. Ну вот, может быть и не ждали, но дефолтный Молотов на рекламу откинули. Надежда на НБК. Одного он уже забрать успел. Еще четверо. Ноут в горе там Ника. Еще троих. Ну. Ой, сейчас бы всем на снайпера-то сыграть. Нет, уходит бомба. Нико. Крис Джея уже никуда не уходит. Опс, НБК. 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 Все понимает, но как делать, что делать, не понимает. Все-таки не ожидал Крис Джея увидеть. Начекал на КТ, обрадовался. Тут выстрел предательский в спину. Ну и, конечно, назад за ящики его уже никто не отпускал. И ты, Брут, кричал у нас НБК Крис Джею, который спрятался коварно за углом. Но все еще девайсный, конечно, от ЭНВИАС. Более того, продолжают играть в 2ВП. Кеннис плюс. Все тот же Натан. Не ваншотный Кеннис, как мы видим, получил в солидную порцию урона на первых секундах раунда. Ну и вот Девил. Надо как-то подсобраться. Этот раунд через длину слишком просто получился у мышек. Ну вот излишне. Просто Девил идет в упор. У него на руках Савансер. Нормально. Что тут? Он что-то знает. Он сваривает дверь, я не знаю. Винтики закручивает. Но, короче, так или иначе ждет. Ждет каких-то возможных выходов через смоук. Их не происходит. Пока кладется смоук на карте. Но в Савлитбе не будет. Суперфейк. Девил. Ооо. Ну это, конечно, не очень. Ну вроде бы оставил Nexu 8 хп. Но эти 20 патрон, половину из которых в молоко улетели. Нико. Да, но начинается уже выход. Ника справляется с НБК, который почему-то не смог сделать единственный, который от него требовался минус. Ну такой морозный выход получается у Маузов. И при этом уже никто его толком-то и принимать не будет. Уже начинает перетягиваться хелпас шарта. Хэппи вообще бесполезный. Он вроде бы весь раунд на А, но ничего не может сделать. Он ждет какого-то тайминга, какой-то возможности отыграть. Но ее пока что нет. А когда она появится, так уже и тайминг пройдет, который он помог реализовать. Эть, все спалился. Хэппи. Спиди красный, Nex красный. Вроде бы Хэппи бросать не охота. Такой тупиковый раунд для Энви по раскидке. Есть Смоу Кеннису. Может как-то длину отрезать. Хэппи. Хэппи тут вместе с Апексом делают. Уже по минусу ситуация 2 в 2. Бомба стоит по длину. Ну и поэтому расчет, конечно, в первую очередь на Крис Джея. Некс тут прям Рэмбо стайл. Ничем хорошим не заканчивается. А вот и Смоук. А вот и Кеннис. Какой байт. Очень красиво отыграли сейчас парочка Апекс плюс Кеннис. На выбивании просто супер. Казались Энви в меньшинстве, но расправились. Как-то звеньями 2 плюс 2 играли Моу Спорс. То есть один в яме. Некс ему как бы хелповал, не хелповал. Красный особо не стрелялся. И двое за плентом. Ну так себе. Надо было или всем как-то обороняться. Или играть уже на снайпера на таймер. В итоге ни то, ни то не успели сделать. Ну красиво очень быстро. На самом деле минусовали Крис Джея, который понимал всю суть ситуации. Но его развели очень-очень здорово. Дэвил снова-таки агрессивно играет на длине. Никого не находит. Денежек-то нет у Моузов. И без бомбы не прибавится. Ну, одна бомба за всю вторую половину. Это, конечно, результат не очень. Для Мау Спортс, которые, ну, раньше очень много даст играли. Не знаю, как сейчас, но вот... Хэппи-хэппи аж прыжками. Но уверенность и выходит. Но слишком много прыжков на один квадратный метр. Что-то Энвес вдруг поверили в себя излишне сильно. Уже потеряли двоих бойцов. Обеспечили дропчик девайсов. Приятненький. Хотя вот Ника взял АВП и погиб с ним в руках. Ну, Апекс навряд ли один тут погрызнется. Конечно, дэмэдж есть, но уже трое под плентом. При этом есть партизан еще и под КТ. Вот он. Ну, не дал заслевить АВП Апексу, НБК. Ну, что он со скаутом сможет тут придумать? Отдать десятый. Закупа не будет. Вот тут... А это уже и одиннадцатый для Мау Спортс. Как-то Аркада-то и не зашла в итоге у Энви. Побежал Хэппи, не справился. Что, пауза, да? Пауза от Кенниса. Французам нужно побеседовать. Все-таки победа, казалось бы, вот. Два раунда, но не так все быстро, не так все просто. Причем вроде и качелями идут. Вроде и не все так провального Энвиаса. Ох, что-то видно. Если с АВП еще кое-как, то скаут все-таки не дается. Мы видим НБК. Да и стреляться не будут Мауза. Навряд ли там от одного скаута. Хотя нет, зажали. Под респом бедного НБК. Ну и пауза, вот она. Ну ждем уже, когда ее снимут. Энвиас решает что-то новое для себя придумать. Пауза одна секунда, Гамера. Все, пацаны, давай. Сколько можно? Сколько можно ждать, друзья? Ну уже была у нас пауза, была и не одна. Там кто-то в туалет бегал, Маус Спорт. Но это на смене, на смене можно. Если просто ставить паузу во время матча, чтобы парень отошел. Ну да, это было бы совсем уже нелепо. Но, друзья, так или иначе, 14-10. У нас там в итоге счет. Казалось бы, вроде Энвиас немного осталось для победы, но при этом Маус Спортс начали чувствовать свою атаку и набирать необходимые раунды, ставить бомбу. Ну а экономическая составляющая Тима Энвиас говорит о том, что им придется еще и эко играть. Да, совсем скоро мы, скорее всего, увидим и 14-11. Ну вот Энвиас. В принципе, у них получались аркады, но будут ли они до конца вот столько пушить миддл? Пойдет ли вновь хэппи? Все-таки раунды уже на вес золота. Ну вот излишне агрессивно действовали. Вроде ладно, когда есть какой-то еще саппорт при поджиме. А тут просто одинокий дэвил, который выходит на длину. Одинокий хэппи, который что-то поджимает. И вот здорово было, когда Апекс плюс Кеннис выходили через верхнюю темку, прощекали тогда Титаник, ушли вниз. Тогда это работало. А так в одиночке надеяться, что вдруг я выйду на всех и всех перестреляю, когда у них девайсы на руках. Но это как-то даже странно. Ну подумаем, я думаю, еще над игрой Энви. Возможно, они нас, вот я уже вижу. Они нас удивят. Они нас сейчас будут. Удивили прямо сейчас. Друзья, паузу еще не сняли, а удивить успели ребята из Энвиас. Я думаю, вы уже догадываетесь, наша реакция на что могла быть вызвана. Но это 5 хаешек в миддл. Конечно, 5 хаешек в миддл. Нет. Нет. Друзья, это не 5 хаешек. А в скобках нет написано. Они решают форсить. Энви, ну вот в отличие от Моу Спорс, которые на карте Инферно после паузы играли вообще фул эко, и это получилось. Или что там? Может, все-таки с расчетом на баф следующем? Ну, что-то Апекс один погорячился. Мясорубка! У нас на экранах без шансов. Ну и все умерли. Каждый сам за себя, пацаны. Капитулирует Хэппи, пытается спасти свою шкуру. Тимток продолжается. Все пошли на длину, и французы, и немцы. Мы видим, к чему все это пришло. Зато быстро и эффектно. Посыпались ребята из Энвиас, Хэппич, ну я не знаю. Зачем Апекс закупался? Форсбай, Форсбай, Апекс один купил в итоге. Ну, какой-то такой раунд слив получился от Энви. Непонятно, на что вообще. Планировали отыграть, но то, что вдруг внезапно на длину никто не выйдет. Хотели, хотели забрать. Может быть, одного-двух стандартных игроков Моу Спортс. Но нашла коса на камени. Вот теперь Дэвил 2 600, 3 500 НБК, Апекс 2 600. И вместо одного Эка они играют два. Ребята, за паузу приняли гениальное решение. Так, ломаем себе экономику. Давайте на допах поиграем, пацаны. Как-нибудь вытащим 15-е, все остальные сольем. Да тут еще, дай бог, 15-е взять. О, дубль 2. Энвес. Говорят, не, ну Судумка это хорошая. На второй раз получится. Пошла флешка. Ранбуст надо было сделать. Ранбуст в банку такой. Влетают. Тут смотри, подарки, подарки для Некса. Но флешка какая сочная. Яна Спиди на подстраховке. Минус 3 уже делает. Там и Крис Джей снова хэппи последний. Снова убегает, дружище. Нет, все-таки в размен с Армором пошел хэппи. Но это второй очень легкий раунд для Моу Спортс. Ну вот как-то так. 5 длина, 5 длина. Но если на девайсах сделают то же самое, тогда я удивлюсь. А так. В 2 ВП. В 2 ВП. Пушить банку почему бы и нет. НБК. Тоже 2 ВП. Опс. Начинается веселье под занавес карты Даст 2. Напоминаем, что это третья решающая площадка для сражения. На Инферно сильнее были Моу Спортс. На карте Мираж Энви. Ну и Даст 2 решающий. Ну вот первая дуэль снайперов. Возможно еще будет вторая. Кеннис на этот раз все-таки перестрелял. Ника не дал тому воспользоваться своим респауном. Очень много было АВП на карте. Ну и теперь Кенни эту ситуацию немножечко подисправил. Что же, дым не стандартный. Не на КТ, как мы видим, а все-таки в район Б плента. Хэппи. Вот не увидел. Не увидел оппонента, но дал инфу. То есть Кеннис должен ждать партизана. Тут же у нас под Зигой экшен. Хэппи увидеть должен был, но при этом все равно погибает от Денниса. Размена не поступила. АПЕКС. Он боком прыгал. Там уже двоих убили. АПЕКС боком к окну прыгал. Ой, ешеньки. Чет-пауза-то совсем не сработала никак. Чет-14-14. А, у нас будет совсем скоро, судя по всему. Ну а далее уже, конечно, стрик от двух девайсов. Ну вот тут даже и форсбайта особо не сделаешь. Слишком мало денег у французов. Да, друзья. Попытка сейва от Дэвила НБК. По идее, Мауза их должны сейчас загонять. У них с деньгами как раз все очень здорово. И по идее, даже до конца уже карты. Все должно быть у них в порядке. Что делают немцы? Параллельно Деннис подбирает Калашников. В спиде ищет свой минус. И, возможно, даже вот что-то к Дэвил к этой двери-то липнет постоянно. С варщиком работает. Или с Толлером, не знаю. Вот, кстати, очень палится Мауза. Простреливаю Дэвил. Имеет шанс еще хоть немножечко поднавредить своим оппонентам. В упоре готовится принимать. Но смог очень вовремя рассеивается. Кстати, готовились именно вот под эту точку. Два молотовых не пожалели Мауза. Флешку накинули Дэвил. И вот после взрыва бомбы пару фрагов. Нет. Нет. Ну, АВП остается на руках у НБК. Он все-таки смог засейвить. Понятно, что, ну, Форс делать уже не стоит. Да, вот Дэвила убили. Так бы была МКУ Дэвила. Была бы МКУ Хэппи, теоретически. И как-то трех девайсов. Но не получилось подсейвить. И действительно, возможно, даже и допы будут. А возможно, и Мауза дотащит. А может, допов и не будет. Мауза Форс все-таки начали набирать свои раунды за атаку. Запоздало немного, да. Но пока нету 16-ти на табло напротив Энвис. Поздно слишком это назвать нельзя. Вчера 2-1 проиграли ВП. Сегодня уже 2-1 могут проиграть Маузам. Но вот Энвис что-то постоянно не хватает. При таком хорошем старте на карте Мираж странно, что все получается настолько плохо для Энвис в итоге. По итогу всего противостояния в формате Best of 3. 3J вычисляет игроков под Б. Увидел там уже троих. Тут же под парочем есть НБК. Дэннис минус по Апексу. НБК один с девайсом. Вот интересная точка, как для единственного девайса. Как для снайпера. Еще и НБК в роли снайпера. Да, но он реализовать ее так или иначе не смог. Отходит уже на более дефолтную позицию на рампы. И опа, тут у нас... Разве что в просвет нашивать остается. Сейвить остается. Не удалось какой-то каруселью тут удивить немцев. Ну, Хэппи, конечно, занял Темку. Там уже через мидл весь Б-плэн законтролили Крис Джей. Как же он надежно действует. Вот. Опс. Здравствуй, Хэппи. Ну и вообще на корню уничтожает любые шансы на хотя бы надежду на ретейк. Опачки. НБК. Попал. Очень мало дэмэджа, правда, получилось, но попал. Дэвил тут в поисках упущенных возможностей. НБК все-таки дает минус. Молотов под ноги, но все-таки поздно. Киев тут вряд ли выпустят уже, хотя на бис он несколько минусов оформить сможет. Дэвил. Последний выживший, но сейвить не дают сейчас Энвис. И как бы будет, конечно, закуп, но, возможно, это будет последний закуп для французской команды. Да, с экономикой беда полнейшая. У Тима Энвиас у них все очень и очень плохо. Так, там спрашивают, сколько ХП. В общем, разговоры о космосе. Мы видим, там уже по 15 тысяч у Мау Спорза. Отличный стрик. Это уже суть дела не меняет для них. Пацаны не ставили бомбу вообще там первые раунды всем. Потом оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второе дыхание. Пауза помогла, как мы видим, Мау за Мау, а не Энвис. И в итоге вот она ничья. Вот она ничья с нулячей экономикой. Вот Тима Энвиас. Вот, да, там вообще ничего нету. Слушай, тут либо все, либо ничего для них получается. Панели пропал. Энвиас, 2 ВП, 3 МК, хороший раскид, Кеннис без армора. Но вера в победу сохраняется. Что же придумали Мау Спортс? Пойдут пока что... На респаун как-то попытаются выйти длину. А тут снова один Дейвилл. Сейчас бы в дверь, да, посмотреть. Я не знаю, он что делает. Ждет флешки, которая должна взорваться. Он резко развернется и даст минус. Но флешки ни разу так не дождалось. Да, ни разу так не действовали. Ни максимум молотов на упор отбрасывали. Более того. Так, неплохой молотов. Ну вот спугнул. Но при этом, по идее, показал еще и свою точку. Могли заметить траекторию. Опа, перестроился, увидел одного. Мауза, вот когда они шли на Инферно под банан после молотова, вообще ничего не получалось. Но здесь получается пока один в один разменяться, но и хэппи. Винусует Ника, НБК. Но слушай, он как снайпер по-новому заиграл просто. Не хватило гибкости Маузам. Снова вот эта установка, идем в длину. Сыграла злую шутку с Маузом. До победного конца двигаются сейчас Мауз Спортс. И за это могут поплатиться. Уж очень близкие позиции у Тима НВА. Сейчас они буквально готовы его конкурить. Он себя слепил этой флешкой. Чего бы и нет. Что, Спиди, 20 секунд до конца раунда. Ну, тут уже мешают друг другу, подпирают. Спиди, убейте меня кто-нибудь. Но пока что Спиди, 14 секунд времени. Умудряется сделать уже два минуса. Знает, где находится третий. Спиди, 1 на 1. 10 секунд, Спиди! Вот это да! 2 дракил, Спиди. Какой же он царь. Это ГГшечка, ребята. После такого момента, 1 в 4. Он уже водил прицелом. Ну, ты видел. Он просто по коврику, по всей плоскости водил. Пауза. Тайм-аут. Там Спиди, я не знаю. Он мог себе уже рубашку порвать. Выкинуть наушники в окно. Такой класс. Красота. Так умерли все игроки Энви. Спиди. Сколько? 20-25 секунд у них оставалось? Они вчетвером пошли выбивать уже этот девайс, я не знаю. При этом были все очень близко. И Спиди, ну, как-то и зарандомил, и проперся, и все в одном. Уничтожил за считанные секунды абсолютно всю команду Энвиас. Квадрокилл, Спиди. Это просто царь. Спиди под Спиди сейчас. Все хорошо у него. Надо Спиди взять в Сплайс, я так подумал. Или выкупить команду Моу Спорс. Хотя она вряд ли Сплайс настолько богатая. Ну, как знать, чем они зарабатывают помимо киберспорта-то, Федор. Может быть. Как-то нас не в пусте пронесло. Профессор Хаус сидит на таком кожаном кресле огромном. Норм, разговоры. 14-15 счета. Мы обсуждаем американский Counter Strike, дорогие друзья. Но время позднее, уже хочется и о веселеньком поговорить. Ну, хороший стрик от Моузов. То есть парни перехватили инициативу. И, казалось бы, когда уже все потеряно, Спиди становится той самой палочкой-выручалочкой. И берет феноменальный раунд. Вообще, ну, такое невозможно брать. Но Спиди показывает, что это не так. Считанные секунды до конца. Квадрокилл. Очень красиво отыграл. Ну, все. Я думаю, кармавольщика принял, успокоился. Момент истинный. Как для Envy, так и для Mausports. И вновь решится судьба на Банане. Господи, на длине. Чего Банан всегда говорят? На длине. Ну, почти. Инферно в наших сердцах навсегда. Просто Инферно убирают. Так, NBK на скауте. Не попадает по яме. Но при этом сам палит свою позицию, свой девайс. И пропускает практически в упор. А некому принимать, что тут один NBK с этим скаутом. Уже вся команда прошла длину. А тут пустой плент. Неужели, ГГ, неужели этот камбэк все-таки доберут? Надежда на Дэвилос. Деннисом он уже справляется. Не пропускает бомбкерри. Хороший врыв от Апекса. Но только один в один разменялись. Три в три ситуация. А Кеннис может еще ворваться через просвет. Но его там уже контролят. Ну, в последний раз, когда тут стоял игрок из Франции, удалось вытащить раунд NB. Посмотрим, что будет сейчас. Хэппи обходит. Дают очень много времени сейчас почему-то Мауза своим оппонентам. Замешкались. Очень действительно по таймингу. Много для себя выиграли NB. С три в три на ретейке. Надо идти до последнего. Шансов уже просто... Ай-яй-яй, Молотов, Молотов. А нет, китов-то ни у кого. О, а это беда на самом деле. Кеннис. Хорошая флешка. Под флешечку делает один минус. Но размен один в один. Хэппи. Вылетает через длину. Уже остается последним. Один в один против Крис Джей. Нету китов. Надо играть до последнего Крис Джей. Квадрокилл от немецкого снайпера. И вот она победа. Феноменальные раунды. Наверное, 10 подряд выиграли Мауз Спортс. Отличное завершение дня. Феноменальных два последних квадрокилла. Вообще, как Мауз Спортс взяли два последних раунда, это уму непостижимо. Спиди квадрокилл в ситуации квадрокилл. Крис Джей на дефе бомбы квадрокилл. Это, друзья мои, чудеса от Мауз Спортс. Ну что же, судя по всему, и у команды Энви Ас очень мало шансов. Тут у нас все в порядке с таблицей или нет? Почему Энви на третьем месте? Но они скоро полетят вниз. Прекрасное далеко. Кто-то поставил не в ту сторону победу. Мауз Спортс, конечно, выиграли. У них сейчас 9 очков и только 5 матчей. По сравнению с ВП, с Фнатик, вот теперь уже и с Энви Ас. Показатель очень уверенный. И, скорее всего, мы увидим их уже на лан-финалах. Ну, у Мауз Спортс все здорово. Они нам показали действительно красивую игру. После Миража уже хотелось просто закрыть стрим, снять наушники, уйти. Это была боль. А потом такие красивые раунды, такие аккуратные отыгрывания. Такое хорошее им. Ну и в итоге впечатление осталось хорошее после этого противостояния. Ну что же, ребята, будем прощаться. Ставьте большие пальцы. Не забывайте нажимать кнопку follow под этим каналом. Ну и, конечно же, покупайте билет на НСК Олимпийский уже через день.